одна из самых таинственных книг двадцатого века которая называется смерти нет человек который написал эту книгу взял себе псевдоним а n откуда смерть в людях на этот чрезвычайно важный вопрос существует два противоположных ответа не верующие всех времен предоставленные руководству своего бедного разума признают смерть естественную и неизбежную для человека по самой его природе мы умираем потому что такова именно была из начала и ныне есть природа человеческая случайно мы рождены и после будем как не бывшие когда тело обратиться в прах и дух рассеется как жидкий воздух и нет нам возврата от смерти при мудрости соломона 235 умирая мы отдаем неизбежную дань природе наравне со всеми животными как пожелтевший лис падает осенью с дерева точно так же и человек сраженный свою осень неумолимую косой смерти исчезает подобно бедному листу бесследно и безвозвратно таков взгляд на смерть неверующих смерть ничто иное когда не природе к сожалению и мы все бессознательно подтверждаем этот языческий взгляд когда желая сказать что такой-то умер говорим что такой-то заплатил долг или отдал дань природе это выражение языческое перешедшие и в христианство но благодарение богу милосердному озарившему нас светом своего божественного откровения утаившему от премудрых и разумных и открывшему младенцам матфей 11 25 великие истины и спасительные тайны царствия божия теперь отрок и младенец знают о цели бытия человеческого и о жизни нашей за гробом больше чем знали все языческие мудрецы теперь мы знаем не только начало но можно сказать и конец то есть смерть самой смерти божественное откровение учит что бог не сотворил смерти премудрости соломона 1 13 не сотворил человека для истрения и что смерть вошла в мир завистью дьявола следовательно смерть есть дань не природе а греху она вторглась нашу бессмертную природу случайно из-за нашего отпадения от источника жизни бога через нарушение его животворной заповеди вот единственный истинный ответ на вопрос о происхождении смерти смерти как творение бога существа всесовершенного не было и не могло быть во вселенной в царстве божием она произведение не творца а самих тварей следствие злоупотреблениями свободой тут весьма понятно каждому что существа разумно свободное могли употребить и произвол и волю и силы свои как хотели на добро или на зло могли устремиться по пути правды и жизни вечной или пойдя по противоположному пути зла и неправды вопреки законам своего творца отделиться от него встретиться с падением и наконец со смертью где и как произошло это ужасное разлучение свободных существ с источником жизни и бессмертия с богом слово божие говорит нам что это ужасное превращение произошло не на земле а на небе у самого престола божия и виновником был не человек один из первых архангелов он был ближайшим зрителям совершенств божиих первым восприемником света несозданного и следовательно блаженнейшим из сотворенных существ этот цветоносный архангел не устоял своем чине не удовлетворил со своим достоинством и блаженством восстал против своего творца возомнил безумно что не только может обойтись без его благоволения но и вступить открыто с ним в борьбу и архангел с разделявшими его безумие ангелами не устоял против всемогущего и с неба был незринут преисподнюю вот первый мертвец и первое кладбище в мире не имея как духи нашего тела возмутившиеся ангелы не могли иметь нашей смерти но вместе с возмущением с отлучением через грех от бога они тот час потеряли жизнь силу и блаженство сделали с мертвыми для жизни в боге как духи нетленные они не могли потерять бытия не могли истлеть как тлеет наше тело но подверглись сто крат большей смерти вечному и невозвратному отлучению от бога единственного источника всякой истинной жизни это первая смерть в мире ангельском была самой ужасной ибо она тотчас же сделалась смертью вечную для которой нет воскресения как не ужасно была эта смерть но на нас она не имела никакого влияния ибо ни рода человеческого ни нашей земли и неба тогда еще не существовало для показания же беспредельного своего могущества и творцу благоугодно было произвести мир видимый чувственный и телесный во главу его сотворено было и поставлено было такое создание которое соединяло в себе и дух и тело то есть первый человек наши прародители по своей душе и сущности они были подобны ангелам но эти ангелы обличены были телесностью и в этом отношении походили на прочие телесные создания нашей земли тело их своим видом без сомнения походила на наше тело но вместе с тем оно имело такие совершенства которых нет в нынешнем нашем теле а главное оно было бессмертно заключала в себе возможность и способность не умирать а жить вечно чего уже нет в нашем нынешнем теле это драгоценная способность зависела от разных причин и прежде всего от того что невинный человек был образом божием был существенно соединен со своим первообразом вечная жизнь из существа божия непосредственно стремилась на существо человека наполняя его душу а через нее и тело мощью и нетлением поэтому телесная природа первых людей было вне господство над нею стихий разрушительных природе окружавший человека ничто не вредило его здоровью и силам поэтому он несмотря на то что в состав его существа входило чувственное тело и обладал способностью не умирать а жить вечно но он мог и умереть путь к этому был лишь один отделение от бога источника жизни и тогда человек неминуемо предоставлялся самому себе но не имея в самом себе источника жизни естественно должен подвергнуться бессилию и разрушению того что в нем разлагается то есть всей его телесности и так к разлучению с богом путь был один уклонение от его воли то есть грех и для того чтобы не упасть грех и не потерять бессмертие человек был одарен всем необходимым вполне и с избытком но увы в нем была свобода дар высокий необходимый для существа разумно нравственного но и опасны ибо в силу этой свободы и человек как прежде архангел на небе мог из себя сделать что угодно мог остаться в соединении с источником жизни творцом своим мог и удалиться от него к своей пагубе и вот чтобы помочь человеку скорее обнаружить свою свободу и волю и утвердиться в добре отеческий промысл божий дал ему в испытании положительную заповедь о невкушении плодов одного из райских древ этим самым все случаях падению сводились в один случай всевозможные искушения невинного человека на зло сокращались в одно самое малое искушение которое преодолеть было весьма нетрудно дабы еще более оградить человека от злоупотребления своей свободой и от всех противных внушений всеблагий творец указал даже на пагубные последствия нарушения заповеди данной человеку и объявил прямо что непосредственным следствием этого будет смерть умрете неминуемо подвергнетесь величайшему бедствию таким образом первые люди всевозможные со всех сторон были ограждены промыслом божьим от опасности чтобы испытание их свободы воли прошло для них удачно и счастливо вообразим теперь положение наших прародителей в эдеме даже поставим сами себя там вместе с ними мысленно вот перед нами запрещенное древо с его плодами а над ним заповедь божия с угрозой смерти действительно в эдеме пред нашим лицом была не только жизнь ибо ею мы пользовались а самое бессмертие и смерть кто бы мог ожидать что мы будем так неразумны так можно сказать враждебно ненавистны к самим себе что отвергнем и бессмертие и жизнь и произвольно изберем смерть но так именно и случилось кратко и просто сказание моисеева о падении человека так святой дух обыкновенно изображает писание великие события и тайны в каждом слове заключая неисследимую и неизмеримую глубину смысла священное писание не указывает как долго первобытная церковь сохраняла свой мир и благоденствие в эдеме от козни дьявола и это молчание заключает в себе тайну она как бы дает разуметь что мрачная эпоха падения должна изгладиться из книги бытия человеческого тогда как память творения и суббота божия будут сохраняться и совершаться во времена определенные угроза и страх смерти не остановили приближение того страшного дня которым бог угрожал первому человеку если он вкусит от запрещенного плода падший ангел позавидовал блаженству людей вошел в змея и соблазнил его нарушить заповедь божию и увидела жена что древо хорошо для пищи и что она приятно для глаз и дала также мужу своему и он ел бытие 36 и исполнилось слово божие человек смертью и умер за святотатственным вкушением от запрещенного плода последовала смерть духа отчуждение от жизни божией разъединение с тем кто есть жизнь всего живущего и свет человеков изгнание человека из рая удаление от древа жизни осуждение на труды болезни скорби смерть и разрушение тела проклятие из-за него всей твари как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть так и смерть перешла во всех человеков потому что в нем все согрешили послание к римлянам 5 12 апостол павел и